Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре и надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. Не буду долго задерживать ваше внимание, но, как всегда, расскажу о тех ссылках, которые поместил в начало нашего чата. В самом начале чата располагается ссылка на наш сайт Директ Академия РУ, где вы можете зарегистрироваться на все предстоящие вебинары вплоть до конца учебного года, то есть до конца июня месяца. Следующая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором будет помещена в том числе и запись этого вебинара. Хочу обратить ваше внимание, что на нашем канале хранится и можно просмотреть уже более, нет, не более пока, около 300 записей наших вебинаров. Третья ссылка. Про третью ссылку отдельно расскажу. Напоминаю, что у нас с февраля месяца примерно проводится, проводилось выдвижение идей тем вебинаров от наших слушателей, которые мы обещали вам провести в июне месяце. И вот сейчас в мае проводится голосование за выдвинутые темы. Тем 18. Три из них будут озвучены в виде вебинаров в июне месяце. Для голосования вам потребуется Google аккаунт. Это необходимо для того, чтобы честно голосовать, учитывать один голос от одного человека. Так что голосуем за кандидатов в будущие вебинары. Еще несколько объявлений. Как всегда, два следующих вебинара хочу вам представить. Вот они. 24-го пройдет вебинар послезавтра. Пройдет вебинар виртуальной лаборатории Pearson и смешанное обучение английскому языку сегодня. Жанна Клышко проведет этот вебинар. Ну и 25-го числа в пятницу будет вебинар «Библиографическая ивристика. Результативный интернет-поиск» проведет Татьяна Телегина. Ну и последнее на сегодняшнее объявление. Я напоминаю, что сертификаты участникам вебинара с 18 мая выдаются другим способом. Вам надо перейти по ссылке на нашу страницу выдачи сертификатов. И там вы можете по своей фамилии, либо по своему имейлу произвести поиск и получить сертификаты за любой из пройденных вами, посещенных вами вебинаров. Ну что ж, на этом мои объявления исчерпаны. И я предоставляю слово Софье Багдасаровой. Сегодня очередной интересный вебинар у нас, который, я надеюсь, мы с удовольствием все прослушаем. Софья, прошу на связь. Нормально? Слышно меня? Да, слышно, слышно. Здравствуйте. Мы начинаем двигаться по истории искусства. Уже подходит год к концу. Это мой предпоследний вебинар этого цикла. И вот мы приближаемся уже к нашему времени. Наконец, мы вступим уже практически в нашу эпоху, в совсем новое время. И сегодня мы поговорим о том, как Наполеон потерял власть, и оно навеки изменило искусство. И как отголоски этого мы до сих пор ощущаем в нашей окружающей жизни. Как это ощущалось в 20 веке, и как это продолжает ощущаться в 21 веке. Потому что искусство, оно не исчезает, и даже самые древнейшие памятники все равно продолжают нас окружать. Картина, которая была на первом слайде, ее фрагмент, вот она целиком, это знаковая картина эпохи Наполеона, написанная великим живописцем этой эпохи, Давидом. На ней изображен император Наполеона, перед которым на коленях стоит его первая супруга Жозефина, и он коронуется. Папа Римский сидит сзади Наполеона на кресле. Три главных действующих лица. Все остальные люди на этом полотне, тоже конкретно совершенно, это люди из окружения Наполеона, и интерьер тоже. Для нас главное, что это полотно, которое является отличным выражением стиля ампир. Стиль ампир, который тем особенно важен для русского искусства, что, пожалуй, самые красивые, самые масштабные вещи, которые сохранились в нашей российской, русской цивилизации, то, что определяет, ну, лично мне больше всего нравится, то есть оно было самым крупным и самым определяющим облик городов, это именно что такое сицизм. То есть никогда более, если не считать уже советской застройки, в России, железобетона, облик России так сильно не изменялся, как благодаря классицизму. То есть это стал такой универсальный язык, который структурировал, который построил мир. И вот эта вот картина, это вот пример классицизма. Если вы были со мной на предыдущих вебинарах, то в один из, за прошлый, кажется, раз мы говорили про, тоже про другой классицизм. Итак, вот этот классицизм, который наступает чуть-чуть пораньше на эпохе Наполеона, он начинается в конце 18 века, он приходит на смену эпохе Рококо, эпохе Рококо, о которой мы говорили в прошлый раз. Эпоха Рококо и стиль Рококо это искусство аристократов, это искусство женщин, это искусство из нежности, это искусство мира, это милое, уютное, флифтующее искусство и интерьеры такие же, и мода такая же. То есть это тёплое, мягкое, нежное, приятное на ощупь. Ну, как мы видим эту картину. На этой картине Рококо, оно закончилось в конце 18 века. Важная вещь, что чем ближе к нашей эпохе, чем ближе к нашему времени, тем нельзя говорить, что одна эпоха стилистическая приходит на смену другой. То есть А закончилась, начинается Б, Б закончилась, начинается В. Нет. Чем ближе к нашему времени, тем всё становится сложнее. Стили существуют параллельно, друг к другу, наслаиваются друг на друга, перетекают, параллельные вещи существуют. И уже вот в 80-е годы, пока Рококо ещё был в полную силу, и наполеоновский ампир ещё не начался, но при этом классицизм уже опять становился сильным. Это картина, которая была написана в той же эпохе, как предыдущая картина Фрагонара, и это опять классицизм в том идеальном, совершенном варианте, каком мы его привыкли видеть. Стройные, грамотно выверенные конструкции, аккуратность, лаконичность, отсылка к классическому, классическим античным сюжетом. И это опять мужское и холодное искусство. То есть классицизм, хотя лекция называется, связана с именем Наполеона, это просто название лекции, на самом деле классицизм начинается раньше. Он начинается ещё до французской революции. То есть вот, например, два портрета королевы Марии Антуанетты, которые разделяют 10 лет. Один из них, который слева, он написан в эпоху Рококоа, и здесь вот те черты стиля, о которых я говорила, то есть это аристографические придворные. А второй портрет, это уже портрет более позднее, это портрет того времени, когда классицизм начинает набирать силу. И здесь королева изображена как античная богиня, и мода к этому времени тоже уже изменяется. Мода честно взаимосвязана с живописью, со всеми звуальными искусствами, с теми ориентирами, которые... Мода ориентируется на те же образцы, что и другие искусства. И вот схема, которую я показывала в прошлый раз, это про то, как про хронологию стилей. И сейчас мы будем говорить о стиле неоклассицизм, ампир. Тут важно понять про термины, что в России мы используем слово классицизм, говоря об этом управлении стиля, которое начинается в конце XVIII века и длится до середины XIX века. Грубо говоря, от Екатерины Великой до Александра II. Мы называем это классицизм. А в Европе это называется неоклассицизм, потому что у них был первый классицизм в эпоху Людовика Солнца. У нас первого классицизма не было, у нас тогда была царская Русь, и потом немножко Пётр I, но у нас этого классицизма не было. Поэтому у нас не неоклассицизм, а просто классицизм. И поэтому происходит немножко путаница в терминах, когда, если считать западный. Вот. И вот этот вот неоклассицизм, ампир, русский классицизм, он начинается около 1780-х годов, длится сначала параллельно с эпохой Рукакой и к середине XIX века он устанчивается и кончается. Одной из важных вещей, которая привела к его гемомии, этого псевдоантичного стиля, была, конечно, французская революция, которая заставила сменить стилистику. Вот посмотрите, наш классицизм эпохи Людовика «Кралия солнца», первый классицизм. Это, он использует те же самые принципы, которые будут возрождены в неоклассицизме. Но тогда всё было намного, не то, что сказать, примитивнее, просто как-то проще. Дело в том, что по мере развития истории происходит накопление информации, усложнение знаний о мире и усложнение, в том числе, знаний истории. То есть, вы понимаете, что художник 17 века, как автор этой картины, Николай Пуссен, хотя он был к античности ближе на 100 лет, чем художники эпохи 19 века, он знал об античности меньше, чем те, кто жили после него. То есть, художники классицизма эпохи Людовика Солнца, они знали об античности меньше, чем художники эпохи Наполеона. Потому что во время Наполеона история, историческая наука, археология, она произвела большой прорыв. То есть, в течение 18 века, вот в перерыв между классицизмом и неоклассицизмом, происходило большое накапливание информации. Не только накапливание информации, еще ученые научались правильно систематизировать данные. То есть, недаром именно в этот период была создана знаменитая энциклопедия французская. То есть, в 18 веке произошел качественный рывок отношения к информации, отношения к истории. И поэтому новый классицизм, классицизм 19 века, он относился к античности более грамотно. То есть, он лучше воспринимал ее законы, знал о ней больше, и поэтому он выглядит более, не только естественно, но он выглядит более сложно. Потому что первый классицизм поясе Ледовика Солнца, он при всем при этом, у него был, он был теснее связан с предыдущей культурой, эпохой Ренессанса, эпохой Средневековья. На картинах это не очень видно, но вот если мы посмотрим на интерьеры этой эпохи, это заметно. Вот это вот интерьеры эпохи классицизма, эпохи Ледовика Солнца. То есть, если убрать некоторые детали, то вполне это можно представить, что это какой-то интерьер эпохи Марии Медичи, или там, ну, в общем, более какой-то ренессанс, Генриха Наваррского. А вот это вот уже, это интерьер первого классицизма, а вот это вот интерьер неоклассицизма наполеоновского времени. И здесь, очевидно, вот в этом дизайне, очевидна ориентация на античные памятники, она гораздо более сильнее. То есть информация накопилась так много, что эту информацию можно использовать и для интерьера, и для любых предметов жизни, не только для картин. Что это была за информация? Вот это, мне просто хотелось показать эту вещь, что забавно, это кукольный домик, реконструкция интерьера, это фотография. Этот французский интерьер эпохи Наполеона I, эта стилистика, она была сформулирована на основе изучения археологических памятников, в особенности Помпеи, которые в конце 18-го, в начале 19-го века стали изучать особенно внимательно. То есть как раз тоже произошел прорыв в раскопках Помпеи. То есть ее как-то потихонечку ковыряли в течение, раньше, но именно в конце 18-го, в начале 19-го века ее прям стали полномерно изучать, полномерно разрисовывать и полномерно использовать принципы античного искусства, найденного в Помпеи для повседневной жизни. Вот посмотрите, вот эта вот красная фреска интерьерная. Мы сейчас вернемся назад, посмотрим на интерьер наполеоновской гостиной. Вы видите, насколько эти принципы построения, эти принципы классицизма используются, как помпейская фреска повлияла на вот этот дизайн интерьера. Вот, одна из интересных вещей, почему Помпеи так тщательно изучают, это Наполеон, вернее, сестра Наполеона. Итальянцы к этому времени, это люди достаточно безалаберные, бедные. Мы, как мы знаем, это завоевание, это зло, интервенция, это плохо, но когда какое-то маленькое государство становится частью империи, происходит вот эта другая вещь. Эта империя начинает насаждать в ней свои порядки, пытаться интегрировать это маленькое государство в свои принципы. И когда Италия, завоеванная Наполеоном, стала частью наполеоновской империи, французы вот с этим своим энциклопедическим умышлением стали ее гораздо сильнее изучать. Итальянские государства, они оказались под властью нескольких, это были марионеточные государства, которые Наполеон отдал своим родственникам. Неаполитанское королевство, где находится Помпея, Энгеркуланум, оно стало принадлежать, им стал управлять брат Наполеона Жорзеф, кажется. Но для нас важнее, что сестра Наполеона Каролина, которая была замужем за Мюратом, она переехала когда к своему брату, неаполитанскому королю в гости, ей безумно понравилось вот это вот все, что находили в Помпее. и она стала вкладывать огромнейшие деньги в раскопки Помпеи и в изучение того, что там находятся. И те античные вещи, которые там находились, они зарисовывались, изучались, и они использовались как образцы дизайна. Образцы для изобразительного искусства, и образцы для декоративно-прикладного искусства. И вот на этом портрете вот этой Каролины мы видим совершенно античные вещи. То есть это и платье, сделанное по образцу античной туники без огромных шифтюбок, без жестких корсетов. У этих амперных платьев тоже есть корсеты, но они не такие. Они ортопедические, то есть они приятные. У нее на шее жемчужные ожерелья, украшенные камеей, у нее на голове украшения диадема тоже с камеей, а камея это ювелирное искусство, которое сохранялось от античности осталось огромнейшее количество камей, которые в отличие от любого другого античного искусства статуи языческих бомбов они уничтожались, пересжигались на извести, если бонзовые ради металла. А вот камеи в Средневековье их очень ценили, собирали, и их в Средневековье например использовали даже если это было изображение Венеры или Копидона, их использовали в сакральных священных религиозных предметах, могли им украшать оклады Евангелия, кубки, то есть искусство камеи это было то античное искусство, традиция которого не прерывалась, традиция любования этим искусством. И вот в наполеоновскую эпоху любовь к камеям опять воскресла с новой силой и камеи начали использовать в украшении. Здесь спасибо за комплимент, приятно слышать. Вот здесь фотография диадемы, это не та диадема, которая на портрете, это другое украшение, это украшение принадлежало императрии жильзофины первой жены наполеона и оно тоже украшено камеем. Это не античные камеи, поскольку я помню, это камеи сделаны в 19 веке, но они имитируют античные камеи, а право уже современное или повременное. Что интересно, это моя любимая диадема, она примечательна тем, что она не в музее, она она пошла наследником жезофины из рода Багарне и по прямой и не происходящей она оказалась в шведской королевской семье в числе коронных драгоценностей и наследная принцесса Швеции Виктория несколько лет назад выходила в ней замуж, можете поискать эту фотографию, это называется Тиара Камео, очень интересное ощущение, как вот эта ампирная вещь, тяжелая, смотрится на современном человеке, тип красоты совершенно изменился. Вот, и еще один пример того, как античное искусство влияло на официальную пропаганду наполеоновского времени, это вот этот вот профиль Наполеона, сделан из раскрашенного воска, но это, как вы видите, это прямое цитирование того, как изображали античных Цезарей. Наполеону, естественно, себе очень нравилось изображать в виде Цезаря. И, если вы смотрели мотоцикл вебинаров с самого начала, вспомните, что в одном из первых, самых первых лекций, почти в первой, я показывала скульптурный портрет Наполеона в полный рост, полностью обнаженном, потому что в эпоху Наполеона вот это вот цитирование античных образцов стало настолько сильным, что императорам было не зазорно быть изображенным полностью обнаженным. Итак, что там у нас дальше? Да, и та информация о мире, об античном искусстве, которая была подчеркнута из Помпеи, полностью законсервировался город с бытовыми молочами, то есть до Помпеи не было, были статуи, были какие-то фрески, вазы, но информации было очень мало, в основном были письменные источники, Помпеи расконсервированные показали огромный срез быта. Сейчас я вам покажу произведения искусства эпохи Наполеона, которые были созданы с оглядкой на эти образцы. Это платье, мебель, выполненная абсолютно по образцу античной древней греческой, древней римской мебели мебели и керамика сербский фарфур, которая просто подражает роспись древней древней мебели. Маленький нюанс, вот этот неоклассицизм, о котором мы говорим, он не ограничивается только наполеоновским временем, то есть он начинается еще в королевскую Францию, этот классицизм, потом есть классицизм периода революции, периода директории, потом Наполеон становится императором, и в этот период вот этот классицизм достигает максимального расцвета, очень пышного, именно вот этот период называется ампиром. ампир это эмпара, империя, то есть ампир это не равно классицизм, ампир это именно тот классицизм, который начинается с Наполеоном, и в европейском искусстве он как бы с Наполеоном и заканчивается, то есть когда мы побеждаем Наполеона в 13-м году, в Европе он начинает сходить на нет, у нас в России этот период продолжается дольше, это свои особенности в этом сказали. и после Наполеоновского ампира продолжается классицизм, он продолжается во всей Европе примерно до середины 19-го века, Европа называется там с разными прилагательными, у нас это уже Николаевский классицизм, и говорят Николаевский ампир, то есть ампир с другим привкусом, не такой пышный, не такой богатый, потому что происходит развитие стиля, именно наполеоновский ампир, именно французский наполеоновский ампир, это вот самый образцовый золотой парижский вкус. Это платье, которая, вот эта мода, мода Татьяны Ларина, Евгения Негина, мода фильмов Джейми Остин, это мода, которая создается на основе изучения античных платьев. Говорят, это мода была вот эта линия талии, вот этот отказ жёстких корсетов начался ещё при Марии Антонете, чтобы сподвигнуть королевских представителей мужчин, чтобы женщины больше восстановляли, чтобы было больше потомков, потому что вот эта вот мода, она более социапильна, более привлекательна, кажется, женщина более доступна, и чтобы повышать рождаемость в королевских домах. Потом это всё закончится, и мы вернёмся к тому филуэду, который мы знаем по платью Натальи Бенчаровой, это Николаевские вещи. Так, и другой важный фактор для стиля, это тоже другое изназемное влияние, то есть ампир, классицизм вот этот новый, он не сам по себе как первый классицизм, он обогащается сторонными влияниями. Важным был египетский поход Наполеона, который произошёл ещё до объявления его императором, но оказал колоссальное влияние именно износкольства императорского императора. Сорок веков смотрит на вас совершенно эти пирамиды, в легене сказал Наполеон. Для нас важны не завоевания Наполеона, не его победы, не там, кто укрепился, кто удержал, кто корен зерно. Для нас важно, что французы, которые были самой энциклопедичной, самой рассудочной страной того времени, они взяли с собой в поход огромное количество учёных, настоящих учёных, которые пока солдаты воевали, эти учёные занимались систематизацией и описанием всего, что видно. И по результатам этого наполеоновского похода было издано, просто написано, а издано и продавалось огромными тиражами, две великие книги, путешествие Динона и описание Египта Жомара, 24 тома вышло, где было огромное количество рисунков и зарисовок. И вот эти книги, они использовались как книги образцов, то есть дизайнеры всей Европы, они просто брали эти книги и стали их и использовали, и вдохновлялись, чтобы создать интерьеры, вещи. В одежде этого не было, всё-таки было слишком смело, а вот в бытовых вещах египетская, египтизирующая стиль была очень распространена. Вот примеры египтизирующего стиля, египтизирующего стиля в стиле Коиси Ци. Первое это портрет сына Жозефины, жен пасового Кантелеона. И если мы вглядимся в мебель, то мы увидим, что он опирается на столик, ножкой которой является сфинкс. Стул не очень различим, но там тоже есть элементы. Подсвечники, которые тоже напоминают египетских извояния. И вот этот стул, в котором тоже выполнены те же самые элементы. Понятно, что проникнулись самими принципами египетского искусства, его пропорциями, его идеологии, эти мастера и связаны могли, но декоративные элементы использовали активно. А вот очень любопытная вещь, потому что самое смешное, когда египтизирующий стиль, он появляется в архитектуре. Это в Казани, в нашей Казани построен памятник, посвященный взятию города в 16 веке с Иваном Грозным. И это пирамида, это египетская пирамида, причем совмещенная с античным портиком. Это тоже русские здания, это в Архангельском усадьбе Исупова роспись в таком египетском манере, и ворота в царском селе очень любопытные, это рельефы. Если вы посмотрите, поищите на интернете фотографии этих ворот, там все стены покрыты рельефами, потрясающе завораживающее зрелище, жалко мало кто знает об этом пометить. Но для классицизма, для неоклассицизма, для ампира, конечно, важнее всего самым главным образцом было античное искусство, древнегреческое и древнеревское. И именно с ориентацией на чистые образцы античного искусства создавались чистые образцы искусства профессизма. Это триумфальная арка, построенная французами в честь неба авторлица. Она копирует, она воспроизводит принципы древнеримских арок, сохранившихся в прекрасном состоянии времени. А это церковь. В эпоху Наполеона такие вот стали строить церковь. Это задумывалось как светское здание, точнее, светское идеологическое здание. Это должен быть был храм славы Наполеоновской армии, но в итоге это стал католический сбор. Как вы видите, она абсолютно воспроизводит принцип Порфенона и других колонных зданий. И как я говорила в предыдущем вебинаре, чем хорош стиль классицизма, вот эта ориентация на колонны, на симметрию, на правильность, тем, что это универсальный язык, это такое эсперанто либо как сейчас английский язык или как язык бинарный, то есть это вещь универсальная, которая воспринимается всеми культурами по всему миру, абсолютно по всему знаменимому шару. И Франция была самым сильным государством того времени и понятно, что ее стиль воспринимали побежденные государства, но помимо побежденного государства этот стиль был настолько OD-кассионарным, сильным, что его воспринимали вообще все, потому что он объективно был самым лучшим, самым эффектным, самым выигрышным. И этот классицизм мы видим абсолютно во всем мире. Это Индонезия, это один из президентских дворцов, это классицизм. Это Казанский собор наш, и пальмы, и снега, везде, везде вот это вот классицизм, классицизм, классицизм. И возвращаясь к разговору о русском искусстве. Я сказала, что французский ампир закончился с концом Наполеона, то есть когда пропал главный заказчик этого стиля и сменилась политика государства, там произошла реставрация бургонов, понятно, что они не могли использовать тот стиль, который был фирменным для их врага. Там потихонечку начинает все меняться, в некоторых вещах очень сильно. Но в России же в России же у нас тогда еще был Александр Первый, потом был Николай Первый. Мы были победителями. И для нас стиль ампир не ассоциировался настолько сильно с с Наполеоном и его победой над бургонами. То есть у нас не было такой необходимости, как во Франции, отказываться от ампира, чтобы реставрацию бургонов. Нам наоборот нужен был стиль торжественной победы, который бы выражал нашу победу. Потому что выразить победу, выразить мощь государства это достаточно сложно. Найти такой удачный стиль, который бы выражал победу. То есть например, сталинский ампир, почему он так выражает государство того времени советской победы государства в Великой Отечественной войне, он еще и очень удачно для этого, потому что классицизм, он хорошо выражает империю, хорошо выражает победу. И Александровский ампир, который расцвел именно после Отечественной войны 12-го года, он выражал нашу радость и наше могущество нашего государства бодрого от победы. И вот элементы декорации в стиле ампир с хрестомативных зданий российских того периода, которые являются одновременно и памятниками честь нашей победы. это главного штаба в Петербурге скульптурный элемент. Вот эта вот вещь, это трофей. Трофей это древнеримские обуча, это столб. Ты убиваешь врага, ты снимаешь с него доспехи и на этот столб вешаешь его шлем, его керас и его щиты. Трофей первоначально именно вот этот столб с весящими доспехами. Решётка Московского Александровского сада, украшенная мотивами амперными и знаменитые мифы на флаге админалтистов в Петербурге. Совершенство. Причём, что любопытно, совершенство классицизма, оно выражается именно в объёмных предметах, потому что много потрогать можно. В живописи же классицизма он таким совершенно не выглядит. Вот мы взглянем на две картины эпохи классицизма русские. Мы видим, что по сравнению с культурой и депрессивным показателем они проигрывают очень сильно. То есть это такие провинциальные достаточно слабые вещи. На первой изображено, как наш Александр I поклоняется праху кудриха великому. На втором его брат Николай с сыном Александром будущим Александром посещает мастерскую художника. Надо было быть очень сильным мастером, чтобы картины в стиле классицизма производили впечатление. Таким мастером во Франции был Эдлор. Слева изображена сцена, как Фетида припадает к ногам Зевса умоляя его чтобы ее сын Ахилл с ним чтобы все было хорошо. Но это не помогло как бы и в живописи классицизм люди в классической живописи они похожи на скульптуру. Они идеальны, они правильны, они гладкие, они асексуальны, они непривлекательны, но все это спокойное, гармоничное, абсолютно аполлинистическое. И вот эта тенденция, вот эта холодность, идеальная эпиляция, спокойствие, она продолжается в живописи до конца 19-го, начала 20-го века. картина 92-го года Бугро, где вот видите те же самые принципы, то есть почти сто лет прошло, а ничего не изменилось. Та же самая идея. Вот другие картины Энгра, видите, одна 14-го года, другая 62-го, и это идеальные женщины, обнаженные. Картина Турецкие бани была заказана известным исламским коллекционером, который жил в Париже, очень любил собирать всякую портнографию, в частности, тот человек, который заказал кур-бе «Просхождение мира». Но при этом это все равно холодноватая женщина. Вы понимаете, почему появился импрессионизм и вот все вот эти вот, потому что люди, в том числе художники, они устали от этой гладкости идеальности статуарности. Вот посмотрите сейчас на этого Энгра и хопа! Да? Понимаете, как это шокировало? Потому что когда взгляд привыкал к... Когда ты вырастал вот на этом, на телах похожих на колонны, когда тебе показывали вдруг живое тело, это шокировало. И вот этот вот Ренуар и тут складочки, целлюлит какой-то, это было потрясающе. И, как я говорила в предыдущих вебинарах, искусство как у детей алкоголика, да, они бывают дети алкоголика либо сильно пьющие так же, как родители, либо наоборот не берут в рот алкоголя совсем. Так и стили, либо они являются полными правоприемниками предыдущего стиля, либо наоборот являются жесткой оппозицией, аллергической реакцией на него. И вот этот компрессионизм, это была аллергическая реакция вот на вот эти вот вещи, потому что люди устали от идеальности, им хотелось солнце, тепло, день и систь. И к вопросу о том, что всё-всё-всё усложняется, если в ранней эпохе можно говорить о чём-то конкретном и едином, то чем ближе к нам, тем сам стиль сложнее и многояростнее, тем у нас больше о нём информации. И искусство девятнадцатого века, оно, естественно, не единообразное, и в нём были разные течения. Сентиментализм и романтизм, они существовали ровно абсолютно в то же самое время. Но если классицизм был в магистральном главном линии, то это такие были течения. И как вы видите, сентиментализм это наследник Рококо, явный наследник Рококо сын его. Причём это 787 год, это эпоха, когда Рококо ещё живо. Но это уже не очень Рококо, потому что Рококо это всё-таки игра, это флирт, это придворная культура, а сентиментализм это уже с надрывом со слезами на глазах, бедная Лиза утопилась. В Рококо вот такого никогда не бывало, потому что это всё-таки 18 века, это галантность, это галантная культура. Сентиментализм это уже больше эмоциональности, больше позы, другой позы, поза не минуэта, а поза вот такой вот «Ах!» это картина грёза. Романтизм, который существует ровно в то же самое время, что и классицизм, романтизм, он чуть-чуть, да, он тоже вырос из следующего поколения сентиментализма. То есть сентиментализм, он позволил эмоциям проникнуть в искусство, таким вот, таким эмоциям, не классическим. А романтизм, он делает эти классические эмоции уже прям правилом. И имперсионизм, который будет во второй половине 19 века, он является потомком романтизма. То есть без романтизма, без вызова романтизма классики, классицизму не было бы имперсионизма. Другая важная вещь в романтизме то, что в конце 18-го, в начале 19-го века происходит всплеск интереса к национальному вообще. Вспомним романы Вальтера Скотта. Романы Вальтера Скотта это не только про приключения, а это про то, что романы можно писать про нашу родную английскую шотландскую историю, что это очень интересно, это так же интересно, как античные мифы, что вот можно взять нашу историю про Айвенга и сделать из этого офигенного увлекательного романа. Именно в эту эпоху зарождается национальное самосознание, то, что в максимальной степени становится шовинизмом, то есть каждое государство, если оно сильное, начинает ощущать себя именно национальным государством и не даром. Именно в этой эпохе появляются, например, подделки национальных эпосов, то есть осян, якобы шотландские эпосы, там Мэри Мэ подделывает песни западных славян, то есть национальность, интерес к национальному становится очень острым. Как я говорила раньше, классицизм, он играет, цитирует античность, Помпеи, Древний Рим и Гегипет, такие вот мелочи, как мы сейчас, нам сейчас нравится иногда играть в японскую культуру, пойти в японский ресторан и выкрасть элементами японского дизайна квартиру. Вот тогда примерно то же самое. А про Коко, как я показывала в прошлый раз, им нравились китайские цитирования. А в эпоху романтизма обращение происходит не в горизонтали в соседние страны, а в историю, то есть люди начинают обращаться к историческим своим корням. Оказывается, что история, своя собственная история, что не надо ехать в экзотические страны, что если ты заглянешь в свою историю, это тоже офигенно интересно. Это вот один из разных ранних примеров вот этого обращения к истории. Собственная экзотика, это нео-готика, здание 18 века, это тот самый Strawberry Hill, который forever, и здесь игра с готикой. Но это еще не стоит, это то, что у нас будет псевдо-готикой Баженова. Потом происходят более более аккуратная игра с готикой, то есть в течение всего 19 века по всей Европе, где была готика, Франция, Англия, Германия строятся такие здания, что если ты не знаешь, что это 19 века подделка, в жизни это не догадаешься. А во второй половине 19 века это становится главным стилем, то есть классицизм, как главный стиль умирает, главным стилем становится эклектика или то, что у нас называют историзм. И у нас вот этот историзм, если во Франции есть готика, они обращались к готике, у нас готики не было, мы обращались к нашему Василию Блаженову и так далее, поэтому мы строим храм на крови, исторические музеи в Москве, ГУМа, то есть игра в теремки, каждая страна играет с тем, что у него есть историческое музей. Псевдо-русский стиль, псевдо-вазантийский стиль у нас, нео-готика, там где было готика, это Испания, в Испании в Средневековье был стиль, который назывался мудэхар, мудэхар это арабское искусство, дохристианское искусство Испании, и они тоже, это арабские испанские теремки, испанское талашкино, нео-мудэхар, в арабо-испанском стиле здания. Нео-рукако, Франция обращается не только к своему готическому наследию, но и к своему наследию Рукако, особенный всплеск к этому был в период Второй империи, во второй половине XIX века, когда во власти оказался император Наполеон III и его жена император Евгения, которая очень любила Рукако, и даже вернула в моду силуэт Рукако. Это спальня американской миллионерши, которая сделала в самом модном виде. И это интерьер сделан тогда, когда уже имперсионисты в полной силе. То есть это не настоящий Рукако, это такая же игра в Рукако, как наша фалашкина игра в древнюю ручку. И вот этих игр в историческое наследие, в романтическое прошлое в XIX веке огромное количество. Вот пример интересный это обращение к сирийскому наследию. в Америке еще было нео-барокко. Неоколониальный стиль это как в Америке в Штатах они в конце XIX века строят так, как строили белые плантаторы в XVIII веке. Неороманский стиль это романика, которая до Готики. Это русскому стилю подражали в Италии и в Америке тоже. Майя в Латинской Америке колониальная средиземноморский стиль, нео-византийский стиль, нео-грек это идеальное без древнеримского влияния. Редженси эпоха регенства это эпоха Джейн Остинга, когда в Англии принц-регент управлял. Громадное количество вот этого всего было, кстати, огромное количество английских особняков самых красивых, это не те, которые подлинные, старинные, а именно те, которые были в 19 веке построены вот в этих псевдоисторических стилях. И мы опять возвращаемся к Египту, который остается современным Наполеонского нашествия безумно привлекательным для всех. В музеях строятся залы египетских коллекций, которые воспроизводят реальные египетские залы, это в Берлине, а это наш Пушкинский музей, это копии колонн, которые воспроизводят этот пучок лотоса, стебли перевязанные для московского музея это копии колонна, которым уменьшили в 10 раз, то есть рядости они команды. И если в эпоху Наполеона этот египетский стиль основывался на том, что зарисовывал Денон, то на протяжении 19 века вы понимаете, Египет продолжает копать и знания о нем увеличиваются и увеличиваются. То есть это уже не классицистическая игра в Египет, а это уже на основе подлинных памятников поход к реальной реконструкции. А потом наступает 20 век, наступает арт-деко, возвращаясь к заголовку моей лекции, как Наполеон повлиял на искусство нашего НЭПа. Искусство нашего НЭПа формировалось под влиянием общемирового искусства арт-деко. И для искусства арт-деко египетская эстетика была очень важна. Как раз в ту эпоху, помимо того, что объем египетских памятников колоссально увеличился, еще тогда же раскопали гробную Тунхамона со всеми этими памятниками. И вы понимаете, какой это был колоссальный эстетический шов для всего этого. Огромное количество безумно красивых вещей хлынуло в прессу и стало вдохновлять дизайнеров. Дизайнеры стали искать новые силуэты. как модные дизайнеры как платье, как краить. Косметика. И вот эта актриса Луиза Брокс и ее стрижка «Модная Боб», которая до сих пор для нас остается одной из актуальных в наше время. Это когда женщины родившиеся в 19 веке осмелились остричь волосы, сделать короткую стрижку, это же тоже было как мини-юбку одеть позже. А они это сделали и потому что древнеегиптянки носили вот такие вот каре. Это очень интересные вещи. Это фирма Кортье, которая использовала оригинальные древнеегипетские карабеи и другие статуэтки, вставляла их в свои оправды. Вот это наш мит высотка в Москве и мы-то привыкли глядеть на ее силуэт, вот этот напоминающий эготические соборы и башни Кремля. А если мы взглянем на входной портал, то входной портал те же самые египетские обелиски стоят и здесь из них сделаны финарии. А вот эти три двери это египетская монументальность египетских дверей. потому что арт декор ощущается и за железным заносом, в смысле когда еще не было железного заносом, 53 мг, я не помню, когда считается форма пустынси. Эти стили ощущаются и в Советском Союзе, но при этом классицизм, ампир, который был сформулирован как искусство великих империй сначала при Ледовике Солнце, а потом при Наполеоне, он остается самым удобным и максимально эффектным, эффективным способом выражения величия империи. Империи Ледовики Наполеона либо Советской империи. И это вход в главный парк Московского парка Готкова. Если вы помните эту площадь, то там сбоку от этих ворот две такие закрушатся, стены и это те же самые стены, которые мы имеем в Казанском соборе полукружье. Вот, и в общем это последний слайд моей презентации, который посвящен тому, что классицизм искусства, которое придумано в реке древние римляне и постоянно оказывалось актуальным на протяжении всего мирового искусства, оно в 20 веке остается актуальным и важным. Интересно, что с ним будет в 21 веке и какой он ему будет влезть. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задавайте, пожалуйста. Да, презентацию можно будет скачать. Павел как обычно выложит ссылку. Кто не видел предыдущие лекции этого цикла, посмотрите, они интересные. И в следующий раз будет последняя лекция. Через месяц вот ее тема «Почему импрессионистов и прерыв элитов стременники считали безобразными художниками, призывали сжечь и почему из-за них возникли перформансы и хэппинги. Прошлый вебинар уже выложен на Рококо. Павел и тут, может быть, вы кинете ссылку, а этот появится через 2-3 дня. Еще вопросы низкие не будут. Рада, что вам интересно. Спасибо. Псевдоампир не говорят. Говорят «сталинский ампир». То есть это совершенно официальный нормальный термин. Сталинский ампир для того классицизма, который использовался в Советское время, в Советском Союзе. То есть смотрите, у нас был модерн, модерн, модерн закончился с революцией, потому что основные заказчики модерна это богатые частные предприниматели, а для искусства молодого государства модерном и мелком буржуазном. И молодое советское государство интересовалось конструктивизмом, авангардом, то есть это было передовое искусство, конструктивизм. Самые первые советские архитектурные здания, потому что архитектура самое главное выражение стиля, они были именно конструктивистки. но по мере того, как советское молодое государство становилось зрелым советским государством, началось сталинское уже время, конструктивизм становился неудобным, то есть он не выражал, уже не мог выражать идеологии, конструктивизм это хорошо для молодежи, для молодой страны, а когда это зрелое государство советская империя уже нужен другой стиль и происходит возвращение к классицизму, происходит возвращение к классицизму к тому же самому языку, который архитекторам был известен. То есть понимаете, что архитекторы, которые работали при Сталине, это архитекторы, которые работали при Николае II, Жалтовский Шехтер, например, то есть они строили до революции и модерн, и классицизм, потом как-то пережили революцию и в эпоху Сталина они возвращаются к тому же самому, что их учили в архитектурных институтах, не помню, что это. И если пойти по метро сталинскому, то мы видим, что это абсолютно классическая архитектура, то есть перекрытия такие же, какие в церквях классицизма. Когда, например, два перехода метро вот так вот пересекаются, то вот своды над ними это такие же своды, как купола, на них купола стоят в рамах. И вот и сталинский ампир с его колонными, он остается актуальным для советского государства, пока не заканчивается эпоха Сталина, и меняется идеология. Тогда у нас получается железобетонное новое искусство модернное. Еще вопросы? все, Павел, я прощаюсь. Софья, еще один вопрос. Вот тут люди задают вопрос, а доступна ли презентация как презентация, или вы ее сегодня не выкладываете? Да, давайте я поставлю галочку и тогда ответим, что вот теперь презентация доступна для скачивания, ну, а запись будет готова где-то к концу недели, и вы сможете ее посмотреть, как всегда, как и все предыдущие записи. Софья, огромное спасибо. Всем спасибо за сегодняшний вебинар, за активное участие. Так, ссылка на сертификат открылась, спасибо. Да, я надеюсь, что наш новый сервис по выдаче сертификатов будет работать более стабильно, чем те рассылки, которые проходили ранее, и он вас устроит в большей степени, чем то, что было. Коллеги, еще раз всем спасибо, будем прощаться. я напоминаю, что наши вебинары проходят почти каждый день, но вот завтра не будет вебинара, а следующие два дня будут вебинары, которые были указаны в начале нашего сегодняшнего. Приходите к нам в Директ-Академию, будет интересно. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. Субтитры создавал DimaTorzok